Добрый день, уважаемые коллеги. 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 Гистологический потип и 12 пациентов с почечноклеточным раком. В рамках исследования пациенты с немелкоклеточным раком легкого, почечноклеточным раком получали терапию неволумабом. Пациенты с меланомой получали терапию и пилимумабом, неволумабом, пембролизумабом и трое пациентов. Троим пациентам была проведена комбинированная иммунотерапия. Все пациенты, включенные в исследование, имели либо местно распространенный, либо метастатический характер заболевания, а рестадирование проводилось по ТНМ-8, 8-го пересмотра. Как мы все прекрасно знаем, из инструкции к препаратам препараты пилимумаб водился один раз в три недели, неволумаб один раз в две недели, пембролизумаб один раз в три недели в стандартных дозировках. Оценка эффективности проводилась через 12 недель от начала терапии и оценивалась по критериям РЕЦИСТа, РРС и РЕЦИСТа. Важно упомянуть, что пациенты, включенные в исследование, получали терапию с 2012 года, и оценка радиологических данных уже имела рестероспективный характер. Также, естественно, перед каждым введением препаратов был проведен анализ основных клиникопиохимических параметров, субпопуляции иммунокомпетентных клеток периферической крови до начала лечения и при радиологических оценках эффективности. В данной работе были оценены паттерны ответа на иммунотерапию, потом по трем наиболее часто используемых в клинической практике критериям оценки эффективности. Было выявлено, что в 16,2% случаев пациенты по критериям РЕЦИСТа 1.1 имели прогрессирование заболевания. Однако по критериям РРС и РЕЦИСТ они имели стабилизацию опухолевого процесса. Возможно, эти пациенты впоследствии могли бы получить выгоду и эффект от лечения, однако оно было прервано в связи с прогрессированием. Игнорирование формальных признаков неэффективности по критериям РЕЦИСТ 1.1 может позволить продолжить эффективное лечение у ряда пациентов с условным прогрессированием. Также в рамках данного исследования выполнено сравнение общей выживаемости в зависимости от паттернов ответа по различным критериям оценки. Пациенты были разделены на две группы. Одна группа пациентов с наличием прогрессирования, вторая группа без прогрессирования, что включало в себя стабилизацию частичной полной регрессы. И ожидаемо, что наличие прогрессирования заболеваний было связано с большей вероятностью смерти и более низкими показателями общей выживаемости. Следующей задачей нашего исследования стало изучение спектра токсичности иммуно-онкологических препаратов, антистиль-4, антипидиодин, ингибиторов. Спектр иммунопосредственных нежелательных явлений достаточно разнообразен, поражает практически любой орган-мишень, но однако является достаточно приемлемым и управляемым. У 100% пациентов была зарегистрирована иммуно-опосредственная токсичность, однако у 78% она несла первую-вторую степень тяжести. И только у 21% были зарегистрированы осложнения третьей-четвертой степени тяжести. Далее нами был проведен сравнительный анализ спектра токсичности антистиль-4, антипидиодин, иммунотерапии. И выявлено, что при использовании антистиль-4 терапии наиболее часто встречается гастроэнстинальная токсичность. И в целом эпилемумаб является более токсичным вариантом лечения. При применении антипидиодин терапии наиболее часто зафиксировали развитие эндокринопатии и пульмонитов. И в целом является менее токсичной опцией лечения по сравнению с эпилемумабом. Далее при оценке взаимосвязи токсичности третьей-четвертой степени и паттернов ответа. Мы сейчас знаем, что все более и больше появляется информация в исследованиях по поводу корреляции между степенью тяжести нежелательных явлений как таргетной терапии, так и иммунотерапии. И нам было выявлено, что наибольшая эффективность достижения полных и частичных регрессов ассоциирована с более частыми показателями выраженной токсичности. И были обнаружены статистически значимые различия во времени до прогрессирования у пациентов с наличием и отсутствием иммуно-посредственных нежелательных явлений третьей-четвертой степени тяжести. Медиана времени до прогрессирования составила 3 месяца у пациентов без выраженной токсичности против 8 месяцев у пациентов с иммуно-посредственными нежелательными явлениями третьей-четвертой степени. Риски прогрессирования у пациентов при отсутствии токсичности выраженной степени в 2,5 раза выше по сравнению с группой больных с наличием иммуно-посредственных нежелательных явлений. Следующей задачей нашего исследования стал поиск прогностических маркеров паттернов ответа на проводимую иммуно-терапию ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Была выполнена оценка субпопуляции иммунокомпетентных клеток, представленных на слайде у 73 больных с дефинированной меланомой кожи. Проводился анализ абсолютной относительной разницы величины иммунологических показателей перед началом исследования и максимально приближенного теста к первой радиологической оценке эффективности. Проведено разделение пациентов на группы с прогрессированием заболевания и объективным ответом, включающий частичный полный регресс, и на группы с прогрессированием и с клиническим эффектом, что также включало стабилизацию заболевания. И было выявлено качественное различие. Отмечается некоторое повышение уровня активированных цитотоксических т-лимфоцитов при прогрессировании заболевания и активированных т-хелперов, но снижение их при объективном ответе. При оценке по критериям лецит 1.1 и по критериям при делении пациентов на группы с прогрессированием заболевания и объективным ответом по критериям IRRC было выявлено также качественное различие повышения уровня т-лимфоцитов цитотоксических при прогрессировании заболевания и снижение при объективном ответе. Однако наши результаты оказались статистически незначимыми, что вероятно обуславливает то, что было включено малое количество пациентов в данный анализ. Однако, учитывая полученные данные, определенную тенденцию к изменению субпопуляции иммунокомпетентных клеток периферической крови, необходимо дальнейшее изучение этого вопроса на более большой когорте больных. В заключении, резюмируя все вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что в целом необходим интегральный подход к оценке эффективности новейших иммуно-онкологических препаратов, учитывая специфический механизм действия, учитывая всевозможные различные паттерны ответа, для персонализированного подхода к лечению каждого конкретного пациента в этот интегральный подход должно входить максимально все, что возможно. Оценка общего состояния, детальный разбор клиника биохимических параметров. Возможно, в каких-то определенных случаях необходимо также контролировать и иммунокомпетентные клетки периферической крови. Все необходимое для того, чтобы применение современных методов иммунотерапии было максимально эффективным и безопасным. Ну и, конечно же, продолжение исследований в этой области, так как этот вопрос еще достаточно открытый, как и по оценке эффективности, так и по поиску различных предикторов и ответа, и токсичности на терапию ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...